Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бухсыновский. Сегодня мы поговорим именно вот об этой мысли. Если вы посмотрите на школу, то вы увидите школу spb-tut.ru Вы увидите курс, еще появился, расширенное изучение Python. В этом школе работает уже не один год. То есть то, что начали программировать большое количество людей, это я знаю. То, что много людей устраиваются на работу, становятся программистами, это я тоже знаю. Ну вот основная идея нового раздела. Большинство знаний на сегодняшнем рынке это либо знания для новичков, либо конечные и сложные знания в виде уже сформированных библиотек. Я ставлю задачу пройти этот путь между началом и до сложного. Сам путь, сам процесс. Это и есть погружение в настоящее программирование. Ребят, вот давайте некоторые моменты посмотрим. Чтобы вы меня поняли, вы как раз в описании будет, да, для тех, кто начал с этого видео, все ссылки на сайт в описании. Значит, смотрите, вот здесь будет вот это вот видео, расширенное, глубокое изучение Python. Что такое настоящее программирование. То есть, курс уже идет. И вот вы посмотрите, вот этот курс, да, то есть само описание, почему вот важно, мы здесь рассматривали и нет. Да, я расскажу сам смысл. В конце концов, за вечер участвовало несколько людей, Сергей Осачий, Сергей Александр Ситушкин, но я увидел код. И здесь не надо теперь правильно, это неправильно, явно, что вот то, что надо, да. То есть, в конце концов, Александр Ситушкин привел код, где при создании и нет конструктора, а что такое конструктор, мы как раз и разбирали весь вечер. Чего я добивался? Что где будет ошибка, а где не будут ошибки. То есть, новички, я понимаю, сейчас вы не въедете, но я говорю, что если мы разбирали, то мы разбирали уже от и до. И теперь, кто, кто разбирался вместе с нами или смотрит эти уроки, то для него конструктор и нет будет как галеный, раз и навсегда. Чем отличается этот курс? В большинстве своем школе более 14 суток видео. То есть, для новичков, сразу говорю, есть курсы и для новичка, то есть Python вот с самого нуля в школе, вы его сразу будете проходить. То есть, если вы полный, полный ноль. Ну, грубо говоря, никогда не сталкивались с программированием. Но, тем не менее, программистом вы станете. И вот если посмотреть, то есть, здесь я просто направляю. В чем эффективность этого обучения? Здесь, если, допустим, в видеоуроках, которые есть под Жанго, которые есть на начальных сайтах, я просто рассказываю, знакомлю, вы повторяете. То здесь, в этих уроках, вы уже, я только направляю. То есть, здесь не получится сделать так, что вот вы, Валер, а вот это расскажи. Нет. Это курс расширенного изучения Python. Я задаю только направляющие вопросы, а сообщества, это именно люди, которым интересно глубоко владеть Python, они в этом разбираются. Вот так за вечер мы разобрали Синит, и для этого курса я специально сделал интересный раздел. Все, общение идет в группе. В группе почему выгодно? Потому что сообщения получают все, и если пришел новый человек, он может делать, задавать вопросы. А сами направляющие курсы вы найдете в кабинете практика Python ООП, где мы начали магические методы Python. То есть, вот конкретно, вот у здания 2 и нет, вот вы сразу перейдете в группу, откуда и есть начало. И смотря переписку в группе, смотря код, и проделывая этот код практически, но если вы все-таки не будете подглядывать, а будете именно на мои вопросы, вот был первый вопрос. Найдите и объясните, что такое конструктор ИНИТ. Здесь ниже два нижних подчеркнутых. Что это, его роль, как это работает, что он делает, как это влияет на удобство. И дальше, при каких использованиях ИНИТ будет идеальным вариантом. И дальше были уточняющие вопросы, здесь вы найдете в переписке все ответы, то есть ИНИТ для вас будет оголенный. Ну что ж, мы идем дальше. Я не опираюсь, ребят, в данном случае, ни на книгу. Я опираюсь на практику, что вот есть много написанных в библиотеках, там используются определенные методы. То есть, я готовлю именно к практике, только к практике, чистая практика. Сегодня люди пошли уже дальше, и я задал следующий вопрос. Уже я все сохраняю, ребят, все-все-все, и вы сохраняйте. Да, вот видите, после ИНИТ всем спасибо за помощь. Разобрался о САЧЕ раз и на всю жизнь. Конечно, так будет человек программировать. Следующий вопрос, который был, я задал следующий. Ребят, вот есть шахматная игра. Напишите варианты, как вы это видите. В принципе, подсоединился новый человек Сергей Питерских. Большой молодец. И я ожидал именно примерно такого. Я сейчас не скажу ошибки, потому что пока задание висит у Сергея, он написал данный код. В принципе, что напоминает этот код? Этот код напоминает код программиста 70-х годов. И это нормально. Просто вот Сергей вот так увидел и написал, и это классно. А почему это классно? Потому что наша цель выйти на более высокий уровень. Но опять же, если бы я сказал, давайте дело то, это ни Сергей, ни другие ребята не увидят. Я сразу в коде увидел ошибки. Увидел, то есть выбрал неправильную стратегию. Не потому что, а потому что просто у Сергея пока нет знаний о новых знаниях. Ну, значит, что надо сделать? Мне надо вывести на то, чтобы Сергей сам осознал, Сергея Питерских, что этих знаний, ага, мне действительно это нужно. И я к этому его подведу. Я действительно его похвалил, потому что это довольно искренне, потому что он вот не побоялся. Вот, 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 вот мое мнение. Это нормально. Я его попросил расписать, что, так как я понимаю, что будут читать люди и новые, сделать техническое задание и очень, значит, подробно прокомментировать код. Он все это сделал, а дальше, дальше я вот что написал. Сергей, я Питерских, я ждал этого примела, был уверен, что будет принц в таком роде. То есть я четко для себя понял, что на данный момент Сергей владеет основными понятиями о объектно-ориентированном программировании, новичкам в школе все это есть, они изучат. Значит, это полиморфизм, наследование, то есть все базовые принципы. И мне теперь надо показать и Сергею, и школе, что надо развиваться дальше. Так. Вот вопрос. Ну а теперь вопрос к Сергею. Сергей, посмотрите на свой код и скажите, вы сможете описать именно таким способом, каким начали свою многоходовость тех же шахмат, охватить все варианты, что сложно будет реализовать? В конце концов, подсказки дошли до того, что я дал конкретный вариант. То есть я направил Сергея на то, как надо поступить в данном случае. Первое. Ну, во-первых, взять язык E-mail, да? То есть это проектирование. Чтобы понять, он очень простой, там нечего там даже учить, за вечер разберешься. Это построение диаграмм. Далее второй момент. Скачать редактор. И третий момент, как вот понимает человек шахматы, просто нарисовать. А потом сравни своим кодом. И обязательно, конечно же, надо ответить на данный вопрос. Вот смотрите, есть шахматы, есть два человека. Шахматы ходят по-разному. Но и с этого кода мне очевидно, что все реализовать не получится. То есть, ну, взять и полностью шахматную игру реализовать. Я хочу, чтобы это понял Сергей. Но почему? Важный момент. Вот смотрите. У меня не было секретом. То есть, я сказал, в каком направлении мы будем двигаться. Сейчас я это поясню. В каком направлении мы будем двигаться. Сейчас. То есть, по сути дела, я понимаю, что я приведу Сергея в любом случае к следующим направлениям. Каким конкретно сейчас, именно в данный момент, я то понимаю, что это метаклассы, абстракция, композиция, агрегация, делегирование, создание умных фабрик, шаблоны, проектированная стратегия. И многое другое. То есть, вот здесь, вот здесь, среди этих вещей, находятся ответы на вопросы организации тех же шахмат. Да не в шахматах дело. Если мы хотим описать программу, процесс создания автомобиля, любую вещь, где есть более-менее сложная вещь, то нам не обойтись без некоторых вещей. Я мог бы сказать, что давай делать так. Но это не получится. Почему? Потому что, пока Сергей сам не осознает необходимость этого знания, то ничего не произойдет. Почему? Ответ прост. В интернет, на самом деле, очень много довольно сложного, классного кода. Но этот код, который есть, да, вот тот, кто пишет, он точно знает, зачем ему нужен. Тот, кто не знает, зачем ему нужен, он просто не знает. Вот и все. Потому что он ему не нужен. Так вот, до этого мы прошли основу ООП, а теперь моя задача сделать так, чтобы Сергей понял, что ему это новое нужно. То есть сформировал свое зачем. И тогда вот эти принципы, которые мы будем изучать, они не зависят, это Python, или будет Kotlin, язык программирования, или Java. Это работает во всех языках. Просто, допустим, в Python много чего реализовано на автомате. Но заканчивая это видео, я просто писал его и для новых ребят, чтобы они больше узнали о школе, и для Сергея Питерских, который посоединился к нам. Еще раз хочу прочитать цель этих курсов. Большинство знаний. Ну, читайте. Вот здесь все написано. То есть наша цель, когда у нас есть первичные знания по объектно-ориентированному программированию, и мы наблюдаем, скачиваем, пользуемся большим количеством библиотек. Это уже конечный уровень более сложных вещей. А вот это пространство между началом и до библиотеки публично оно не описано. То есть таких книг нет практически. И вот этот курс в школе будет описывать именно процесс получения этих знаний. И на данный момент, пока мы остановились на том, что мы взяли пример реализации шахматной игры, и пытаемся выяснить, как, чего нам не хватает. При этом я не добиваюсь Сергея, чтобы он прямо сказал, чего не хватает. Скорее всего, он не будет знать. Он будет понимать, что чего-то не хватает. Вот эта сама мысль, сама вот эта вот идея, что что-то вот, я еще не знаю что-то, да, что-то я еще не знаю, она будет. И это для нас главное. Ответ, скорее всего, он многие не будут знать. У него будут пока догадки. Но именно вот на этой почве, да, когда человек, вот, то есть Сергей Питерских напишет ответ, мы сможем сформировать направление. Но эти направления теперь будут точно нужны. Я же вам помните, говорил, много сложного кода. Но когда человек надо эти вещи, он точно знает, почему надо. Когда не надо, он просто не знает, что надо. Поэтому вот такой курс. Следующий момент, на который я обратил внимание для участников школы, это изучение двух языков. В школе мы изучаем Python, но для гурманов, я просто говорю, ребята, изучайте и Kotlin. я остановился на ограничениях, которые человек, если так не будет делать, кому не интересно, просто выключите видео, это и все. Я говорю именно для гурманов. Видите ли, если 8 лет назад, когда я начинал программирование, это уже почти 9 лет, мне бы сказали, что изучать два языка, то сегодня мой уровень был намного бы выше. Есть несколько причин, почему надо изучать два языка. Первое. Если вы не будете изучать два языка, два противоположных. Первое. Вот Python. Python это вот, знаете, как вот пишут большинство людей, которые пишут именно вот такие вещи, как Django. В руках профессионала это очень мощный язык. Но ведь, заметьте, они пишут вещи и на GC, и на Java многие вещи пишут. То есть все они многопрофильные программисты. И я уже с этого пути сегодня не сойду, потому что я не дам людям школы именно упустить этот момент. И сегодня школа развивается многопрофильно. Так вот, с какими вещами вы столкнетесь, если вы не будете следовать мою совету? Ну, кто пришел побаловаться просто с языком, да, тому в принципе какая разница. Ну, попробую Python, там попробую того. Ну, нет цели стать профессионалом. Если же вы хотите стать профессионалом, значит, я рекомендую изучать Python и Kotlin. Почему такой выбор? А вот посмотрите, ребята. Python, практически мы можем реализовать все, что угодно. Ну, царица, это серверная часть, на том же Django написана серверная часть для Instagram, это оконные приложения, ну, практически все. Но есть часть рынка, например, это мобильный рынок, где, конечно же, надо реализовывать на Java, потому что до этого я тоже работал, допустим, с той же библиотекой Kiwi, и сегодня я ее в школе использую именно для обучения больше. Но та же Android Studio, у которой официальный язык Kotlin, она процентов 90 делает автоматом. Это классно. А, допустим, на Kiwi пришлось все бы вручную писать. Это неразумно. Второе. Все-таки мобильное приложение должно быть на статическом языке и должно летать очень быстро. Но тогда у человека, как правило, возникает вопрос. А я боюсь отвечать два языка. А вдруг не потяну? Вы знаете, я уже вам покажу ответ. Буквально с первых дней тоже пройдено. Сергей Асачий послушал меня. Сегодня он уже начал писать на двух языках. Пять месяцев назад я ее в бунду не мог установить. Для меня это было, как собрать космический корабль. Но все в школе происходит покруче, побыстрее. Каждый посовет скинулся, и все дело сделано. Ну вот так, как-то начал и начал. На самом деле, вот в чем причина. Когда вы начинаете изучать два языка, именно тогда вы выучите Python на 100%. Потому что, когда вы изучаете просто Python, ну Python, ну функция, у вас никогда не будет задаваться очень правильные глубокие вопросы. Например, когда я начал изучать, когда-то помню, это был язык JavaScript, а до JavaScript у меня был первый язык вообще C, который я почти забыл, я им не пользовался. Вот, прежде чем договорю мысль, поэтому языки надо изучать какие? Те, которые вы пишете каждый день. То есть, вот вы сайт читаете, он на Python написан, на Django, да, то есть я использую его каждый день. И мобильные приложения я тоже скоро буду писать в каждодневной форме. А это два рынка. Так вот, ребята, когда я начинал, я помню, ну функция, функция. И только когда ты начинаешь изучать другой язык, то оказывается, функции бывают там первого уровня, разные. И тогда только ты начинаешь обращать внимание, а как это реализовано в Kotlin, как в Python. То есть, тогда, получается, мозг начинает задавать правильные вопросы, и ты начинаешь думать, а как в этом языке, как в том. То есть, информация откладывается на 100%. Изучая статический язык программирования параллельно с Kotlin, мы начинаем в Python понимать типы объекта очень глубоко, потому что, как правило, они от нас скрыты. Python все и делает, и делает. И, допустим, первые там 3-4 года я особо и не задумывался, чтобы было тоже большой ошибкой. Но когда изучаешь язык со статической типизацией, там типы надо определять самому. И ты начинаешь совершенно по-другому относиться к типам данных Python. Вот это вот страх, который говорится, что «А я не потяну!» Это на самом деле неправда. Это страх мнимый, потому что языки очень похожи. То есть, представьте, вы будете изучать Python, но когда будете изучать один язык, у вас никогда не будет полной отложенности, потому что сравнивать не с чем. Только Python с Python. Хотя Python это офигенная вещь, это просто палочка-выручалочка. Но как только вы начинаете изучать другой язык программирования, тяжело первое время, но никто же вас не торопит. Потом вы начинаете понимать, что языки в принципе схожи. Те и те имеют функции, те и те имеют классы, те и те имеют типа объекта, только записываются всего лишь по-разному. И вот эта планка снимается, но есть более глобальная вещь, которую вы достигаете. Ребят, сняв однажды вот эту планку боязни языков, вы выйдете в конце концов на уровень, когда вы сможете на любом языке, любом, говорю, писать практически с лету. Почему? Потому что, например, мне понадобилось GC. Что вы думаете, я пошел учебник брать по GC? Да нет. Первое дело, я залез, посмотрел в документацию GC, а что там есть функция. я почитал функция первого уровня и для меня уже стало понятно как писать. Вы понимаете о чем я говорю? Вот видите, если вы изучали Python только, как я вот начинал когда-то, я про это даже не задумывался. Следующий момент, и он самый важный. Начинающие люди, и я такой был, всегда думают на уровне программ. Ну, то есть, я хотел бы писать дископные приложения, я хотел бы писать веб-сайты, я хотел бы писать там то-то, то-то, то-то. Ребят, я тоже так когда-то думал, но это неверный подход. Рано или поздно вы придете на уровень, на уровень выше. Уровень выше это уровень рынка. На сегодняшний день, вот как я, почему я рекомендую Kotlin, да, вот сейчас я объясняю. На сегодняшний день я мыслю с позиции рынка. То есть, для меня есть рынок, вот вы сейчас смотрите интернет, это обычный веб, да, для меня есть рынок веб, да, то есть, то, что мы делаем там в обычном интернете, и для меня есть мобильный рынок, который имеет немножко другую структуру, структуру, тот, который в мобильных приложениях. И я четко для себя понимаю, что на сегодняшний день все, что начинает происходить в реальном мире, резко-резко отражается, то есть, превращается в мобильное приложение. Возьмем тоже в школе будет блокчейн. Кстати, вот этот курс по Python, он и в связи с этим блокчейном я ввел. Почему? Потому что блокчейн, ошибка, может, стоить, ну, больших денег, да, согласись, хоть есть системы, но надо какие-то интерфейсы, надо много чего, то есть, надо глубокое понимание Python. Это в том числе. Но блокчейн может быть и мобильным, и, допустим, и мобильным, и в обычном веб. Но кроме этого, у нас появляется выбор. Например, серверную часть можно написать на Жанго, а мобильную на Котли. Ну, почему же именно Котли? Ну, во-первых, это язык снял ограничения с Java. Если мы посмотрим о проекте, на этом сайте он тоже будет. Вот справа код на Котлин, тоже код на Java. Но при этом там 40 строк, тут одна. Да, есть разница. Просто Котлин построен как Python, он автоматически определяет типы и все рутинные операции делает за кулисами. При этом Котлин можно перевести Python, то есть в Java, Java в Котлин. Java, как ни крути, занимает на сегодняшний день первые строки, то есть самый популярный язык. Допустим, до этого я 8 лет себя не смог сдвинуть в Java. Почему? Потому что в Java есть огромное ограничение. И это ограничение выражалось конкретно в том, что на стадии выполнения программы возникают ошибки. Java не может проверить, допустим, оследить ошибку, на стадии компиляции, но ошибка вылезет на стадии выполнения. Пример какой? Шли данные сервера и не дошли. Да, у вас на стадии компиляции программы у вас было бы все нормально. То есть, да, Java отработал, но в реальности, если, допустим, обрался интернет, не пришли данные, то Java выдал бы ошибку. Все, и испекся. Разработчики Kotlin это те люди, которые работают в компании JetBrains, разработали такие продукты, как Android Studio, основу, значит, с PyCharm, ну, Intel, что есть очень крутые вещи. И именно они решили этот вопрос, ведя нуль. То есть, на самом деле, в Kotlin появилась возможность теперь на стадии на стадии именно не компиляции, а как это вылетело из головы сейчас, но вы меня понимаете, на стадии сборки программы уже выявить ошибку. То есть, мы можем проводить эти проверки. Да, когда я сделал одно видео, Java разработчики на меня набросились, да что, да мы в логах, да правильно, да мы можем и лопатами. Ребят, что вы не крутите, что вы не кричите, Kotlin следующий, шаг развития Java. Вот и все. Больше тут говорить нечего. С первых, и сразу же был включен в Android Studio как официальный язык. Поэтому никто же не говорит, я просто вам сказал, где Kotlin, там и Java. То есть, когда мы берем направление Python, Kotlin, Java, мы действительно можем себе сказать себе по рынкам. Мы можем перекрыть и мобильный, и веб, и рынок, весь рынок. Значит, это направление стоит изучать. Сделайте из себя многопрофильного программиста. Это важный момент. Кто это проигнорирует, ну что ж, ребята, все равно вы придете рано или поздно к этому. Только будут годы потеряны. А вот когда мы, допустим, проходим этот курс DAPA Python, и вы сразу это делаете в Kotlin. Поверьте мне, что первое время где-то есть сложности, но потом уже начинает все на лету восприниматься. Поэтому на самом деле идет только плюс. Ну что ж, мы говорили сейчас о курсе, я просто рассказал, как он проходит. Хотя основное, основные занятия, это, конечно же, и на том, и на этом сайте. это курсы, это видеокурсы. И моя цель была, это видеокурсы, вы будете смотреть, да, все очень понятно, я рассказываю вообще очень понятно, но такая вот у меня есть особенность. подробно, понятно, то, что там бывает несколько строк, я могу отдать полтора часа, но чтобы вопрос был изучен досконально. И так, и на Python, на Django, но просто если подумайте, если мы добавляем курс, где участник может заниматься сам, получается, как бы с преподавателем, потому что я направляю. И совместно мы находим решение вещей, но при этом, ребят, еще важный момент. Ведь особенно люди, новички, которые недавно вышли из новичков, у них в голове все равно еще каша. Им нужен четкий план. А я же не просто так от волны направляю, у меня есть четкая последовательность, то есть, как привести человека, я четко понимаю, чего я хочу от человека. При этом моя задача не навязать какой-то свойсти, здесь вообще ничего. Мне важно у занимающихся, и я сейчас сказал, ребята, я к вам буду обращаться только программисты, потому что вы и есть программисты, развить собственное понимание и то, от чего можно отталкиваться, собственное знание. А будет он делать так или иначе, или по-другому, это уже не так важно, потому что его программисты, который обучается, практика будет меняться, но всегда есть начальная точка. Ребят, вы же подумайте, у нас есть время, допустим, 24 часа, но все начинает с нуля. Вот это нулевую точку и дает этот курс. То есть, вот мы разобрались с ИНИТ, и теперь те, кто был на курсе, для них ИНИТ оголен раз и навсегда. Не надо ничего учить, не надо ничего запоминать, это просто есть понимание, что вот так делается, все. Пописал и сам вопрос. Ну, ладненько. Что хотел сказать, сказал. Для тех, кто только начал, ссылки на школу в описании видео. Ну, значит, ну, а вам скажу. Не надо ничего ждать. Чем быстрее придете, чем будете заниматься. Приходят люди в школу, достаточно много приходит, много людей стало программировано, ну, много, много, много. Вопрос в том, что сколько вы не наблюдали, ничего не будет происходить. Важно брать и делать. Вот, когда начнете делать, тогда и будет делать. Ну, в принципе, что хотел сказать, то сказал. Спасибо.